Здравствуйте, мой влог Ничего Святого, Сергей Мипонярков, этот художник, который может обидеть каждого, друзья, я выхожу с утра на кухню, у меня жена с тещей просто лежат, они ухахатываются, говорю, господи, что опять случилось в стране, тебе говорят, Лена Зеленская дала интервью, мама мия, оказывается, семейка Адамс просто отдыхает рядом с семейкой Зеленской, вот это фрики, Лена Зеленская выступила в роли Мендель, и у нее не просто получилось, она превзошла свою предшественницу, вот это мне нравится, я влияю, говорит, на мужа, а не на президента, то есть она дает советы мужу, но не президенту, жена говорит, Сереж, представь себе сценку, да, вот я вот там с балюстрады, кричу тебе в мастерскую, Паярков, ты сейчас муж или художник? Я говорю, а шо такое? Она говорит, мусор надо вынести, я говорю, не, я сейчас художник, сама выноси, говорит, а когда ты превратишься из художника в мужа? Я говорю, до завтра и не жди, то есть эти долбаные оборотни, оказывается, вот так живут, эти гребаные вервольфы дальше еще интереснее, говорит, мне, говорит, за мужа никогда не бывает стыдно, а за президента вообще никогда, вау, ну, во-первых, она явно на всю страну дает понять, что считает, как президент Зеленский лучше, чем как муж, и тут неутешительный вывод, мы же понимаем, что что Зеленский, как президент, полное дерьмо, и тут его жена сообщает на всю страну, оказывается, как муж, он еще хуже, чем президент, вот в этом месте мне хочется ей посочувствовать, если он со своими мужескими обязанностями справляется еще хуже, чем с президентскими, бедная женщина, как она страдает, дальше смешнее, она говорит, что когда Зеленского обзывают, это я, наверное, в том числе, то обижают целый регион, когда его называют криворуглем, я так понимаю, уважаемая Людмила Янукович, то есть Елена Зеленская, когда на вашего мужа говорят, что спасибо жителям Донбасса за президента Свист Тараса, никто не собирается обижать жителей Донбасса, просто люди констатируют факт, что ваш муж тупорылый, Свист Тарас, который без бумажки не может сказать двух слов, что он тупое дурло, с фальшивым по факту дипломом, который разваливает страну и ведет нас к экономической катастрофе, что он не на своем месте, и он дурак, причем тут жители региона, если бы Зеленский родился во Львове, там жил, получил диплом, или там в Чернигове, в Киеве, я бы по-прежнему говорил, что он Рагуль, но ставил бы другую географическую метку. Подождите, если я поменяю географическую метку, это что-то поменяет? Ваш муж туп, необразован, мстителен и отвратителен. Это факт. А, кстати, госпожа Зеленская, вы что, монаршая семья? Почему вы так на это реагируете? Причем тут вы кто? Монархи, вы наши нанятые работники, которые через задницу хреново выполняете вашу работу, вся ваша команда. И когда вас будут вместе с вашим мужем Криворогулем называть Криворогулицей, это не из желания убедить регион, а потому что вы даете идиотские интервью, потому что образованные, воспитанные люди не несут чушь, которую вы нанесли. Вот здесь и дальше, дальше интересно. Смотрите, она говорит, когда Зеленского называют клоуном, то обижают профессию клоуна. То есть, подождите, если бы Зеленского называли сантехником, художником или дальнобойщиком, то обижали бы профессию дальнобойщика. В этом месте я вот себе представляю жизнь семьи Зеленских. Вот представьте себе, допустим, приходит домой сантехник, а ему жена говорит, Вася, сделай мне кунилингус, но не как муж, а как сантехник. Вы себе представляете, это вообще раздвоение личности. Вы себе представляете, эту шизуху люди выносят наружу, дают интервью и даже не хватает мозгов всей эту дурь повырезать. Дальше еще интереснее. Она говорит, что вот просто смешно, когда Зеленского называют наркоманом. То есть, черт побери. Подождите, давайте допустим невероятное. Давайте представим себе, что Зеленский никогда не нюхал. Перестаньте ржать. Давайте все-таки это допустим. Тогда вот почему, когда Зеленский делает номера со сцены квартала, выставляя Порошенко алкоголиком, а Порошенко не бухает, ну просто потому, что у него сахарный диабет. Вот почему, когда он выставляет дураком Порошенко забуханным, это шутка юмора, а когда Вову выставляют дурковатым наркоманом, это оскорбление. То есть, подождите, вы что, чокнутые? Секундочку. То есть, когда Зеленский из автоматического оружия расстреливает парламент, это не угроза жизни, а когда Маруся Зверобой с Фидиной говорят, что если Зеленский полезет на фронт и ему прилетит, то он сдохнет, это угроза жизни. Если я делаю пародию на Зеленского, то он пишет, что он потерпевший, он чувствует угрозу жизни и хочет дать мне пять лет и заводит уголовное дело за деньги налогоплательщика, а когда Зеленский выстраивает в квартале гомосексуальные сценки, где участвуют, допустим, Порубий и Яценюк, то это норма. Ребят, вот дальше Зеленская вскрывается по полной программе. Она говорит, что я вот пока не вижу интересной сатиры. Тут вспоминается фраза Юрия Благова. Она говорит, нам товарищи нужны, подобреющи дрины, и такие гоголи, чтобы нас не трогали. Уважаемая госпожа Елена, не знаю, как вас по отчеству Зеленская, я хочу сообщить вам прискорбный факт, совершенно очевидный, что нигде на свете нет такой формы и нет такого автора, который сможет вам сообщить очевидный факт, что ваш муж тупой, необразованный, мстительный, чмошный, криво-рогуль в такой форме, которая вам понравится. Не существует формы, объясняющей вам публично, что ваш муж тупое дурло, чтобы вам эта форма понравилась. Эта задача невозможная. Дальше. Зеленская говорит, я говорила ему не идти в президенты, но я знаю уже 20 человек, которые ему говорили то же самое и госпожа Зеленская номер 21. Теперь она говорит, что у Зеленского не будет тюрьмы. Она уверена, что тюрьма ему не светит. Зря вы так уверены. Вот, например, рифмастер вообще, судя по всему, не совершил никакого преступления, а отсидел полтора года. И отсидел он потому, что ваш муж совершил уголовное преступление. Он публично оказал давление на следствие, обвинил ни в чем не повинного человека в убийстве. И ваш муж Зеленский по уголовному кодексу, если бы он был юристом, а вы бы не были дурой, это статья. Это реальная статья. И то, что с Вагнер Гейтом, это тоже статья. И с сержантом Журавлем, и развал экономики, и заведение своих друзей на государственные потоки с разграблением бюджета, это все статья. И ваша уверенность в том, что за преступление Зеленскому не придется отвечать. Я же когда-то предупреждал вас, за что вы открыли на меня уголовное дело. Я на своей программе на прямом канале провел аналогии с историческими примерами. Вот что бывало с теми в истории, кто ввел себя так, как ваш муж, так, как Владимир Зеленский. Я привел исторические примеры, и после того, как я их привел, на меня СБУ завело уголовное дело по статье «Угроза жизни президента». Ребята, статью вам надо открыть на учебник истории, а не на Паяркова, не на Зверобой, не на Федыну, и даже не на Порошенко, потому что иначе в истории не случается. И если вы, уважаемая Елена Зеленская, намолотили кучу бредятины, то это значит, что вас после этого будут хреначить точно так же, как любого другого дурака, публично показавшего свою глупость. Да, я от себя, как от президента, хочу сказать вам, дорогие слушатели и зрители канала Паяркова, что я уверен категорически всей семьей, что за вами таки не за ржавей. Продолжение следует...